Добрый вечер, с вами программа «Национальный вопрос» и ее ведущие я, Александр Коц, и Дмитрий Стешин. В минувшую пятницу Росстат огласил окончательные данные, проходившие в прошлом году всероссийской переписи населения. В итоге на 14 октября 2010 года население страны составляет 142 миллиона 900 тысяч человек. Если сравнить это с итогами переписи, проведенной в 2002 году, то особо радоваться этой цифре нечему, потому что россиян стало на 2,3 миллиона человек меньше. Я, наверное, сейчас скажу основные ключевые цифры. За 8 лет русских стало почти на 5 миллионов меньше. Также страшная ситуация с деревнями. За 8 лет с лица нашей карты, карты нашей страны, исчезли 8,5 тысяч деревень. И, судя по всему, эта отрицательная тенденция будет продолжаться. По данным этой переписи, в России сегодня насчитывается более 36 тысяч деревень, в каждой из которых живет всего по 10 человек. Также переписчики обнаружили почти 20 тысяч деревень, в которых, цитирую, население фактически отсутствовало. Перепись обозначила еще одну такую страшную, парадоксальную, тупиковую проблему. Деревни вымирают, а в городах не рожают. Но все мы знаем о стоимости. Однушки в Биберево без балкона, она примерно равна стоимости виллы на первой линии на побережье в Испании. Как нам выбраться с демографической ямой? Почему государственные меры поддержки и рождаемости не дали нужного эффекта? Что вообще происходит с сердцем и опорой России, провинции? Мы ждем звонков от наших слушателей, читателей, особенно из провинции. Звонки из любой точки России бесплатные. Наш телефон 8 800 200 ровно 97 02. На эти темы мы будем беседовать в эфире национального вопроса с председателем движения развития, председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Васильевичем Крупновым. Ведущие Дмитрий Стешин и Александр Коц. Юрий Иванович, ну как вам результаты переписи? Удивили ли или все было ожидаемо и прогнозируемо? Самое неприятное в том, что практически все было ожидаемо и практически все подтвердилось. В этом плане результаты никак не хочу кошмарить ситуацию, какие-то делать алармистские заявления, но, к сожалению, вынужден просто по фактам, которые имеются, назвать это своего рода приговором, обжалованию которой не подлежит. То есть это приговор той социально-экономической модели, которой у нас последние 20, а если брать все модные веяния перестройки, или как Зиновьев Александр Александрович назвал это катастройкой, практически последний четверть века. — Скажите, ну вот цифры говорят сами за себя. Куда делись почти 5 миллионов русских? Куда делся почти миллион, даже, по-моему, больше украинцев, да, которые называли себя украинцами в 2002 году? — 5,5 миллионов человек, даже больше, не указали свою национальность. Кто эти люди? Вот можно по этим цифрам как-то пройтись, вот с точки зрения профессионалов? — Ну, на самом деле, я бы здесь особо, так сказать, к этому не относился серьезно в плане названия национальность. В каком плане? Не в том смысле, что это поверхностные или веселые вещи, а в том плане, что у нас углубляется кризис идентичности. На самом деле, знаете, как вот в плохих анекдотах или в психиатрической больнице, не знаем, кто мы. Поэтому у нас, кстати, чуть ли, по-моему, в 416 раз увеличилось количество сибиряков, как национальность. То есть это что означает? Ну, реально, после прошлой переписи, когда было 10 сибиряков, обозначивая себя сибиряками, ну, люди, не хочу никого обидеть, но в основном, скажем так, либо шутились, либо уж какие-то серьезные такие сибиряки, да. Ну, после того, как пресса это долго муссировала, и, по сути, за эти годы масса людей, да, действительно, в том числе в противостоянии к Москве, к сожалению, да, за что их нельзя ни в чем обвинять, но они уже называют себя сибиряками не только в плане где-то стеба, где-то еще что-то, а уже с точки зрения обозначить, вот мы тут живем, мы действительно, как Дмитрий сказал, это наше сердце, это наша, это не провинция в уничижительном смысле, а это наше сердце, наша страна, потому что если в Москву все соберутся, страны не будут. Поэтому в этом плане люди, когда говорят сибиряки, они одновременно в этом слове обозначают тысячи вопросов. И в том плане, что мы не будем переезжать в Москву, мы здесь живем, будем жить, хотим достойно жить, нормально, качественно жить и так далее. И то же самое касается украинцев, русских, потому что все смешалось. Потому что сегодня, если брать так называемых русских националистов, да, то они что-то кричат, но, честно говоря, не очень понятно, кто они сами по национальности сейчас, просто не разберешься, или разберешься, но не в сторону, скажем, какой-то славянской национальности. И непонятно, кто такой русский. Потому что русский, для меня, это тот, кто зиждет Россию, кто двигает ее вперед. Поэтому, например, человек, который поднимет авиастроение, пусть он будет формально чеченец или татарин, в хорошем смысле по рождению, по месту, да, но если он поднимет наше российское авиастроение и послужит Россией, то это выдающийся русский человек. То есть, в этом смысле русский, это уже вещь, которую люди называют, то ли случайно, то ли как. Ну и, конечно, 5 миллионов русских обозначают тот русский джихад, когда водка, наркотики, деревни, когда по большинству не черноземья, исконно, так сказать, русско-славянских, вот в таком, в узком смысле областей, не черноземья, как правило, ну вот новгородская, псковская, в два раза смертность превышает рождаемость. Поэтому это в том числе еще и вот этот самый русский джихад, когда люди не взрывают себя посреди других людей, а когда сами себя убивают. Ну, я так вот назвал, может быть, это не совсем правильно, безусловно, поскольку только что вернулся из Ирана, джихад и вообще в исламе это великое слово, которое не то, что мы ему приписали. Но я именно в этом втором смысле, уже в таком распространенном, и называю как бы самоуничтожение, как форма некого протеста. У нас уже поступают первые звонки. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Очень хорошо, что вы поднимаете такую тему. Вот у нас, например, город Владимир, да, сердце, можно сказать, России, да, в какое-то время. На сегодняшний день у нас демография абсолютно нормальная ситуация. Мы для того, чтобы наше народное население Владимира поддерживать на уровне 360 тысяч человек, мы присоединяем к себе новые и новые территории. То есть, видимо, Владимиром будет назоваться Владимирская область, чтобы план президента выполнялся по демографии. Спасибо за звонок вам. И еще один премьерный телефонный звонок. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Вот я тоже звоню из Владимира, да. Вот Владимир становится жить хуже и хуже. Отнимаются деньги, и вот это создаются экономизмом общественного под руководством и на Россию. И жаловаться никуда нельзя. Это поддерживается и судом, и факультурой. Как быть? А как у вас с демографией там, вы скажете? Ну как? Земру, что ли? Я был в братах один недавно. И в этот день с вещаток, я пользуюсь сроком на вкладке. К сожалению, плохо слышно нашего радиослушателя. Но вот давайте посмотрим по регионам. Где у нас веселее всего, мы все знаем, и где у нас самая такая ситуация складывается печальная. Ну, веселее всего в Москве, как известно. Вот. И эти 10-11% увеличения населения, они показывают, собственно, вот эту гиперцентрализацию нашей страны, которая уничтожает и обезлюживает провинцию. То есть, по сути, это прирастание Москвы, это, казалось бы, с одной стороны, очень веселое дело. Там есть и некоторое серьезное повышение рождаемости. То есть, это за счет внутренней миграции? Прежде всего, это миграция, конечно. У нас вообще в этом плане, понимаете, у нас, к сожалению, вот эти базовые цифры, которые публикуются, они именно смешаны. То есть, там и миграция, и рождаемость, и смертность. А если взять, отделить миграцию от рождаемости и смертности, то картина совсем другая. Да, кавказские регионы показали некий прирост, который тоже там можно, потому что есть ряд усомневающихся. Причем вторую перепись подряд. Да, но есть ряд усомневающихся именно в тех цифрах, но в любом случае такой прирост есть, да. И дальше, если посмотреть вот с точки зрения гиперцентрализации Москвы, четко выраженный градиент на восток, отрицательный. То есть, если в целом по России, ну, примерно 1,6% населения убыль с миграцией, то за Уралом, в Сибири 4%, на Дальнем Востоке интегрально 6,5%. То есть, если мы возьмем, например, Магадан и Псковскую область, то 13% убыль населения. То есть, это означает, 13% это ровно то число убыли населения, военные потери года Великой Отечественной войны. То есть, у нас в Магаданской области и Псковской, совершенно, казалось бы, рада, еще в Магаданской еще можно, там, холодно, там, далеко, 5-10%, вот Псковская. По сути, ее Евросоюз, Москва и Питер всю ее раскурочили, вытащили все население, высосали буквально население. И в Псковской губернии 13% потери. Поэтому я, я что хочу сказать, что тут эти тенденции, их можно очень долго и нужно изучать, перечитать, они очень важны, но вы правы, вот когда и наши слушатели, когда вот звонят, они когда выражают эту общую, как бы, обеспокоенность. Ведь демография, это не формально, вот, количество голов крупного рогатого скота, это же, это, по сути, интегральное обозначение общей ситуации, социально-экономической, самой любой. То есть человек говорит, мы стали жить хуже. Вот он говорит это по своему психологическому самоощущению, но я не беру опять какие-то подтасовки, я говорю общее состояние, да. А реально мы раз можем, я уверен, подтвердить это просто демографической картинкой, потому что Владимир не Черноземья, Владимир тоже, к сожалению, у него негативные тенденции все, рядом Москва тоже еще ухудшает ситуацию, как бы, помимо общей московской проблемы и гиперцентрализации. Поэтому мы должны понимать, что демография это, вот за демографию надо ставить оценку, если хотите, управлению страной. Вот какая демография, такая страна. Все разговоры о том, что там, как некоторые демографы любят говорить, что, например, первое, что это все последствия Великой Отечественной войны, да. Ну, не так все это фактически. Но некоторые эксперты говорят, что сейчас как раз должно подходить то поколение, родившееся при Горбачеве, когда был сухой закон. Нет, оно уже прошло. А, уже прошло. Все помпезные отчеты последних трех лет, когда Татьяна Алексеевна Голикова, так сказать, ее от гордости распирает, она докладывает президенту, премьеру о том, что у нас растет рождаемость и так далее. Это спасибо, в этом смысле, началу перестройки, в том числе и сухому закону, как бы там не относиться к его отдельным глупым мероприятиям, типа уничтожения виноградников. Когда народ поверил, что будет сдвиг к лучшему, потому что уже в 89-м все переламывается. А вот 86-й, 87-й, я даже привожу пример, когда моя супруга рожала первую девочку, то было очень тяжело с местами в роддоме. Это 88-й год, а вторую в 92-м уже наоборот, роддом был пустой. Зато сейчас тяжело с местами в детском саду. Ну, в демографических взрывах есть неявные причины. Вот, например, я помню, был в Боснии и был поражен толпой мальчишек и девчонок 10-летнего возраста. И когда я спросил, почему так много именно молодежи, это у детей именно возраста, я говорю, демографический взрыв после войны. То есть, это нас включает защитные механизмы. Кстати, то же самое и в Чечне произошло, мне так кажется, после двух войн. Это что-то такое неосознанное в людях срабатывает. И у нас после Великой Отечественной войны тоже был подъем. Нет, ну, знаете, здесь на самом деле самая серьезная является теория Гундарова Игоря Алексеевича, которая, в общем, правильно показывает, кстати, на примере не только после войны, но, например, перелом после Сталинграда, когда смертность резко упала. Не гибель на войне, боевые потери, а смертность упала среди населения. То есть, после духовного подъема, когда стало ясно, что война за нами, то есть мы выиграли, то у населения резко упала смертность. И также он показывает, что практически весь цилистический лагерь, в том числе, например, восточная Германия, после развала стилистического лагеря, развала СССР, резкий провал. То есть, независимо, это восточная Германия, хотя, казалось бы, там она была, ну, буквально с 50-го по 90-е, условно, 40 лет, даже меньше, была в стилистическом лагере крепко. А вообще, если сравнивать демографические процессы у нас и в Европе? Здесь масса мифов. Ну, во-первых, у нас, кстати, упало, опять же, число рождений на одну женщину, как такой показатель, да, уже до менее полторы. То есть, в этом смысле, если мы возьмем Францию, там к двум приближается. То есть, при том, что Европа очень неблагополучна, демографическая ситуация. Если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, сколько бы ни говорили про эмиграцию и так далее, тем более, Соединенные Штаты Америки, страна, которая вся эмигрантская изначально, с Майфлауэра, так сказать, в 1619 году. То есть, это ее способ развития, ее способ движения. Но, опять, это одна треть, чуть больше одной трети вклад мигрантов. А основное, пусть опять, испаноязычное население, черное население, но в этом смысле, все равно, 4 года назад, американцы прошли 300-миллионный рубеж, и через где-то примерно 15 лет они собираются 340 миллионов иметь. То есть, страна прет просто в плане демографическом, понимаете? А нам что грозит через 15 лет? Через 15 лет нам грозит то, что нас начнут археологи просто изучать уже, и будут говорить, что были такие русские, понимаете, такие дураки, которые страну развалили, не удержали, и сами потом исчезли. Пусть будут ходить какие-то, так сказать, еще в лаптях кто-то и в косоворотках называть себя русскими, но если не будет большой страны, и если мы не сохраним нашу демографию... Потому что, если брать ООН, даже самые благополучные последнего года прогнозы на 50-й год, ну, такой просто стандартный прогноз, да, то там примерно 120 миллионов. Если брать ЦРУ, 110. Но 10 лет назад ООН нам предрекало к середине столетия по среднему не пессимистическому, пессимистическому меньше 100 миллионов, а по среднему где-то 105-107. То есть я к тому, что нас просто, ну, физически не будет на такую территорию. И, ну, что говорить, у нас уже сегодня наша страна занимает 15 процентов, одна седьмая мировой суши, 15 процентов, а по населению процентов. Я предлагаю в следующей части эфира поговорить о каких-нибудь нестандартных, асимметричных методах подъема рождаемости. Я вот расскажу, Юрий Васильевич, я был в таком месте, в Оренбургской глубинке, станица Софиевка, где за 10 лет произошел стопроцентный рост рождаемости. Там атаман раздал, значит, пьющим жителям, кто хотел, бесплатно, он обеспеченный человек, коров. То есть, имея корову, ты уже не забухаешь вечером, тебе нужно в 4 утра вставать, доить. Раздал комбикорм для коров, открыл мясокомбинат, пригласил из Болгарии мастера сыродела, начал давать беспроцентные кредиты под коттеджи. Стопроцентный рост. Его, правда, местные власти люто ненавидят. Рассказывает, он говорит, они меня ненавидят. Портив статистику. Статистик ненавидит страшно, но как приезжает комиссия из Москвы, везут, конечно, в Софиевку, больше некуда везти. Вот возьмите на заметку интересную. У нас перед перерывом остается немного времени. Давайте послушаем наших радиослушателей. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из Канаковского района. Ну и вот вы совершенно правильно, очень интересно поговорили, я со всем согласна. И, безусловно, это дело государства, заниматься таким серьезным вопросом. У нас сейчас в Канаково закрыты практически все предприятия. Тут было 4 больших предприятия. Сейчас в основном, как бы, мужчины и женщины ездят на фон, работа. Какой семьи, о каких детях мы можем говорить. Безусловно, тут нужно не давать суды, там, 300 тысяч рождения ребенка и думать, попьют, неправят, действительно, придумывать какие-то оригинальные схемы для того, чтобы женщина и семья вообще была защищена государством, для того, чтобы она была заинтересована рожать, не только родить ребенка, но и вырастить его. И, ну, моя такая вот точка. И так все, и сравни, так все творится. Спасибо. Мы об этом поговорим. Да, мы поговорим, обязательно поднимем тему моногородов, да, кратенько можно. Да, вы знаете, вот, Дмитрий, полностью вот очень интересно про Софиевку, то, что вы сказали, да. Но то, что вот Ольга, кажется, вот нам звонила, которая сказала, я бы специально противопоставил все-таки какие-то такие суперэксквизитные, необычные меры на партизанском уровне, как вот вы привели. И все-таки мы живем в государстве. Должны быть базовые государственные меры. И просто, понимаете, я давно этим занимаюсь, вот мне стыдно, что у нас в стране, у нас нет никаких ограничений, чтобы, скажем, за 5-7 лет организовать, чтобы каждая молодая семья... Поговорим об этом после перерыва. Понимаете, это государственная политика. Я вспоминаю, что у нас в гостях Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии. Снова здравствуйте, с вами программа «Национальный вопрос». Сегодня обсуждаем итоги всероссийской переписи населения, которые были подведены в минувшую пятницу Росстатом. По итогам этой переписи, если сравнить с 2002 годом, нас стало меньше на 2 миллиона 300 человек. Сегодня в нашей студии председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и оригинального развития Юрий Васильевич Крупнов с Юрием Васильевичем и обсуждаем, как нам выбраться из демографической ямы и почему государственные меры поддержки рождаемости не дали нужного эффекта. Я начну с такого спича. Я был в точке демографического взрыва в Оренбургской глубинке, в станице Софиевка, где атаман Иванович Жабин искоренил пьянство. Пьянец нерадивых хозяев пароли публично, и причем выпоротый должен был после этого подтянуть штанишки, сказать спасибо братья-казаки за науку. Среднепьющим он раздал телок, раздал комбикорм, причем обязался их весной после откорма принять. Построил сыроваренное производство, открыл. Я, например, жил у него в одной комнате, меня подселили к мастеру сыроделу из Болгарии и так далее. И вот, значит, станица за 10 лет показала демографический прирост 100%. Это на самом деле шоковые такие показатели для России. Я думаю, Юрий Васильевич не даст соврать. Я сам видел этих детишек, видел эти коттеджи, на которые Иван Иванович давал кредиты беспроцентные. Но вот есть мнение, что в умирании России виноват разрушенный традиционный уклад жизни. Но вернуть назад его уже не получится. Мы живем в постиндустриальном обществе. Хотя есть несколько мер насильственных, нестандартных, асимметричных, которые могут резко поднять рождаемость в стране. Я попрошу Юрия Васильевича прокомментировать их или дополнить. Вот, например, первую меру я почерпнул из общения с бывшим миллионером, уехавшим в деревню. Это с Германом Львовичем Стерлиговым. У него на минутку шесть детей. Значит, по его мнению, в России нужно провести деурбанизацию. Что-то, значит, обратный процесс индустриализации. Города расселить, население размазать по пустеющей стране. Буквально заставить их вернуться к подобию традиционного уклада, который подразумевает многодетность. Есть вторая мера. Запрет на торговлю контрацептивами. Вообще любыми. Пусть, значит, тот, кто живет распутным образом жизни, болеет. Туда ему дорогу. Мне их лично не жалко. Это укрепит нашу распадающую мораль. Третья мера. Полный запрет абортов. Пусть будут криминальные аборты. Кто на это решится, я считаю, тоже сам виноват. Полный запрет. Ну и четвертая мера. Жестокая. Это лично я сформулировал. Отмена пенсии вообще. Люди будут заводить детей из страха перед нищей старостью. И главное, они их детей будут правильно воспитывать, чтобы они их кормили в старости. Вот, Юрий Васильевич, прокомментируйте, дополните, как вы считаете. Может это дать демографический? Ну, я считаю, это в целом все бред. Моя точка зрения. Спасибо. Нет, нет, нет. Я это вполне серьезно готов подробнейше обосновывать. И это в каком-то смысле отражает, на мой взгляд, нашу государственную антидемографическую политику. Но только она выражена как раз, там, поощрение абортов и так далее, да, через, там, тоже в целом, если брать СМИ, например, и увеселительную политику. А стимулирование, так или иначе, скажем, асоциального поведения, приезд в большие города и отсутствие жизни, не надо жить в малых городах или тем более в деревнях. А здесь как бы все прямо противоположно, но, на мой взгляд, это вот как бы абсолютно дополняющие друг друга два бреда. Потому что у нас есть государственный бред антидемографический, есть вот бред Германа Стерлик. Почему? Потому что берем урбанизацию. Урбанизация во всем мире, она совершенно разная бывает. Потому что у нас как раз сейчас идет урбанизация в связи, допустим, прежде всего с гиперцентрализацией Москвы, которая, ну, можно назвать мегаполисной урбанизацией. Это страны третьего, четвертого мира. Мехико. Собирается, все сбегаются, даже там в самых каких-то последних трущобах человек хотя бы где-то себе полдоллара в день заработает. Как-то поезд там, ну, ничего, полицейские будут стрелять, банда подростков из автоматов. Ну, это мелочи, хоть как-то можно выжить, потому что в провинции вообще не выживешь. И вот все стекаются в большие города. Это один из типов урбанизации, мегаполисной. А если мы возьмем Соединенные Штаты Америки или Европу, то вот я, когда первый раз в Германию приехал, никак не понимал. Говорят, это город, это, говорит, деревня. Ну, я не беру там Франкфурт, Майна, там Берлин, центр. Но, в принципе, такое тканевое расселение. То есть, ты не поймешь, что ты вроде то ли в деревне, то ли в городе. Надо прочитать название. Потому что стоят двухэтажные домики, так все мило, село, не пойми, тут вот собирают, говорят, это город, да. То есть, урбанизация усадебно-ландшафтная, которая построена на малоэтажном расселении, и где, главное, есть отличные инфраструктуры, где по автобану там 50 километров, это вообще не проблема. Это как бы съездить за молоком, я так утрирую чуть-чуть, то есть, просто можно отлично циркулировать. И малоэтажное расселение с достойным качеством жизни. Поэтому проблема не в том, чтобы из одной крайницы какую-то другую шарахаться. И проблема в том, чтобы начать решать базовые проблемы нашей жизни. Вы упомянули про дом. Я еще раз повторяю. В нашей стране нет никаких ограничений, экономических в том числе, чтобы у каждой молодой семьи не могло быть своего дома на своей земле. Нет. То есть, это задача исключительно отсутствия политического руководства. Вот смотрите, Владимир Владимирович Путин в своем последнем послании к Федеральному собранию в 2007 году, в мае, по-моему, он сказал, нам нужно в среднесрочной перспективе, это как раз 2013-2014 год, начать вводить по одному квадратному метру жилья на одного человека. То есть, прекрасно, 140 миллионов квадратных метров. В Америке вводят 1,3-1,4. Гениальный, просто вот абсолютно правильная идея. Ну и чего? Теперь у нас в прошлом году, соответственно, Минрегион на 2020 год сказал, что мы будем вводить по одному квадратному метру. А реально у нас в этом году 56, то есть, по сути, ну, там 0,40, 0,4 квадратных метра. То есть, вместо того, чтобы разворачивать широкомасштабное строительство, которое просто надо в 3-4 раза увеличить, а на Дальнем Востоке 0,15 квадратного метра вводится. То есть, у нас просто не занимается строительной политикой. Дом сегодня, дом, тем более в нашей стране с гигантским расселением, мы живем скучнее в 4-5 раз, чем в Великобритании. Вот просто взять с точки зрения, сколько человек пользуется территорией, сколько человек на дом в квадратном метре в городах самих, то мы живем скучнее в 3-4 раза. Но проблема-то в том, что фактически сегодня дом, это должно быть то же самое, как телевизор. Да, не каждый человек может купить панель там за 200 тысяч рублей, но каждый может купить телевизор хотя бы за 4 тысячи, условно говоря, пусть маленький и так далее. То есть, дом, это вообще не должно быть проблемы. Это позор, это национальный позор. Это вопрос только обслуживания тех элитных рынков жилья, где на стоимости метров 5 тысяч или хотя бы в тысячи долларах, так сказать, в самом далеком городе, люди набивают конкретно карманы. Государственная политика здесь провалена. Вот и все. Причем здесь вот эти все крайности. Или то же самое, вопрос, скажем, берем, что там надо где-то на селе. Да дело не в селе, а дело в том, что гигантское количество земли не освоено. Какая там земля, какие там деревни, малые города. Да, Набиулина неделю назад сказала, говорит, так в связи с глобальными тенденциями, так в глобальном тенденции, говорит, человек просто на уровне министра выступает. Говорит, у нас в ближайшие годы исчезнет несколько малых и средних городов. Слушайте, ну, вы понимаете, если я дальше буду, то есть проблема в том, что у нас нет государственной политики, а Герман Стерлигов нам предлагает куда-то ползти, так сказать, в какие-то степи и поля, и там, так сказать, жить натуральной и естественной жизнью. Нам нужно кардинально менять социально-экономическую модель. Утроение Москвы означает в ближайшие 10 лет минимум 2-3 миллиона выбытия населения. Мера антидемографическая. В прошлом году Дмитрий Анатольевич с Бараком Обамой договорились о том, что 50 самолетов Боинга купят, соответственно, на радость, как сказал Обама, дополнительно 44 тысячи рабочих мест для американских рабочих. У нас это на ближайшие 20 лет минимум миллион убыли населения. Рынок, то, что у нас не выполняется, указание президента Путина 2007 года, и никто этим не занимается. У нас убыль здесь 5-7 миллионов населения будет в ближайшие 20 лет. Голикова тянет, 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 опять отложили на 1 июня следующего года, уже, слава богу, хоть постановление правительства вышло, введение рецептурного отпуска на кодеин, содержащие препараты. Понимаете, это минимум за то, что протянуто 2 года после гигантской дискуссии, после решения ряда правительственных органов, это минимум 10 тысяч убитых молодых людей. Даже регионы уже некоторые перешли. Правильно, регионы уже начинают партизанское действие, когда губернатор, ведь первый начал Янин, министр здравоохранения в Красноярском крае, завел запрет на, поскольку он из Норильска, он видел реально, что это ситуация, и молодец, спасибо ему, просто герой, так сказать. Ввел, тут же, соответственно, запрос идет в ФАС, антимонопольную службу, тут же вновь, в основном, отменить этот приказ и так далее. Губернаторы уже просто что делают уже, сейчас вот 5-7 регионов уже ввели, они уже просят законодательное собрание, чтобы лекализовать это дело, и это пока начнутся всякие процедуры, можно дотянуть и прочее. То есть, вы представляете, что происходит? Так это же питомник сепаратизма. Голиковый, Голиковый. Это надо день для того, чтобы решить этот вопрос. О чем мы говорим? То есть, поэтому, когда Герман Стерлигов начинает двигать эти идеи, то как бы люди вообще уходят от вопросов государственного управления, конкретно, практически. Но он с земли смотрит на это. Он не с земли смотрит. Он с земли своих 6 детей сработал. 20 лет назад он из биржи смотрел, сейчас он с земли смотрит, это молочко за дорогую цену и прочее. Это ситуация, которая унижает наше население. Проблема не в том, что мы должны с вами с топором пойти в лес, срубить себе избу, зажить и прочее. Почему? Почему? Я хочу, я занимаюсь сложным делом, я хочу иметь инфраструктурный доступ к содержательным общениям, быть на телевидении «Комсомольская правда» и общаться с телезрителем. Почему я должен быть этого лишаться? Но давайте это по уму делать. Нам нужно перестраиваться наши города. Вообще вся демография связана с простым. Вот что решает правительство Российской Федерации? Массу вопросов. Не пойми как, никто не поймет. И даже может гениально что-то делать, но никто это не поймет. На самом деле у правительства и у Минрегионов развития должны быть карты районов страны. И каждый район, каждый сбежавший очередной 10 человек, понимаете, они должны быть предметом разбора на заседании правительства Совета национальной безопасности. Почему произошло в этом районе? Почему не делается? Поэтому меры на самом деле, они должны быть государственного характера. Мы должны требовать от государства, чтобы оно наконец-то, материнский капитал, очень хорошая мера. Она дала какой-то эффект? Она дала эффект, пусть он во многом стимулировал так называемое отложенное рождение. То есть она дала не прямой эффект, но это хоть позиция государства, что мы за женщиной и за рождаемость, так грубо говоря. Понимаете, это ведь Путин в 2000 году в своем первом федеральном собрании, он сказал, мы как нация можем исчезнуть. То есть в этом если вдуматься, президент выступает и говорит в первом федеральном собрании, мы как нация можем исчезнуть, понимаете. Это намного более алармистично, более катастрофично, чем то, что я говорю. Но так прошло 12 лет. Материнский капитал, отличная мера, к нему надо сейчас приращивать не абстрактную землю, где там непонятно все ищут регионы, где там землю семьям давать. Нужно государственной, просто ГИС, государственная информационная и геоинформационная система, каждый квадратный метр распределять людям. Должно заниматься государство. У нас же земля вся вокруг городов, у нас дом построить, это уже одна проблема. Например, около Новосибирска участок земли 6 соток стоит до 20-30 тысяч долларов, а дом можно построить словно за 20 тысяч долларов. То есть еще плюс дорога, автомобили, пятые, десятые и прочее, то в итоге это вырастает неподъемное дело. Ну что еще надо, материнский капитал, решить проблему с жильем? Да, это механизм. Главное, первое, жилье. Мы должны преобразить лицо всей страны, мы должны расселиться мало, кто хочет, естественно, желающий. Мы можем вполне экономически, я готов это подтверждать, вот у нас вышла с Сан Сергеевичем Кривом в 2003 году «Дом в России» и «Национальная идея», где подробно это расписано. Готов подтверждать, что мы можем жить двумя квартирами, домом и квартирой. Это все экономически выгодно. Строительство, кстати, это страннообразующая отрасль. Она подтягивает гигантское количество занятых и так далее. Второе, кластеры промышленного развития. Опять же, Владимир Владимирович правильно говорит, молодец, новая индустриализация. Но дальше опять ничего не делается. Ну для этого нужна политика протекционизма. Зачем нам промышленность, если у нас все с Китая заводится? И протекционизма нужна, и БТО отдельные проблемы, сейчас не будем ее обсуждать и так далее. Но главное нужна промышленность. Главное нужно понимать, ведь это же ужас. Вы поймите просто, что вот моногорода. Когда Шувалов Игорь Иванович на заседании комиссии по моногородам, на второй год этой эпопеи, говорится, «А знаете, мы зря с мэров городов просили планы развития моногорода». Ведь моногород каждый – это то, что в 30-е, 40-е, 50-е годы за счет гигантских усилий всей страны, индустриализации, делались промышленными какие-то предприятия и города. То есть это работали лучшие люди, условно, королевы промышленности. И вдруг мэру города, моногороду присылает Игорь Иванович Шувалов письмо, «Нам через три месяца пришли планы развития этого города». Это издевательство. Там большинство городов из 300 определенных официально как моногорода, там их большинство до 30-40 тысяч населений. И вот, представляете, мэр, у которого канализация 5-е, 10-е, которым надо выживать, это моногород, это катастрофа и так далее, ему пишут, вместо того, чтобы правительство разработало свой план размещения производительных сил, кластеров промышленного развития, правительство пишет, «Мэр, ты нам там разработай что-нибудь, ну, может, там, Apple какой-нибудь там, да, может быть, самолет разработаешь, может быть, космическую ракету и так далее». Юрий Васильевич, остается у нас меньше минуты, буквально 20 секунд. Вот, все-таки, если резюмировать, ждет нас будущее светлое, демографическое? Наше будущее зависит от нас. Если это социально-экономическая модель, мы угробим окончательно страну, просто вымрем, и нас вычеркнут из всей мировой, всемирной истории. Просто не будет нас. Это первый момент. Второй момент. Либо мы должны революционно... К сожалению, вынуждены прервать, у нас заканчивается время. Либо должны демографическую революцию делать. Увидимся через неделю.